А там чёрт его знает, что с утра творится! Шум, тарарам! Примите энергичные меры, товарищ комендант! Вот как надо играть! Витаминовна, проходите пьянь! Ко моя фамилия не надо сокращать? Две последние буквы лишние вашей фамилии, а вы просто пьянь! Что, довели театр практически до нулёвого состояния уже? Что, допились уже? Что вы устроили вчера? А что я устроил? Вы сорвали спектакль, господин Пьянько! Какой спектакль? Мюзикл! Колобок! Совсем всё забыли уже, да? Это стечение обстоятельств! Стечение мозгов у вас уже... Ребёнок родился, я и... Секундочку, Пинько! Если вы память пропили, то я ещё нет! 28-й ребёнок за последние полгода! Ни одна женщина в таком количестве родить не в состоянии! Так рожают-то разные! Я ведь... Секундочку! Как вам пришло в голову отмечать это светлое событие, ладно, допустим, на рабочем весте, в рабочее время, в оркестровой яме? Я хотел по-тихому, после спектакля... И что, помешало вам ответить по-тихому? Терпежу не хватило! Ну, мне уже тоже не хватает терпежу! И терпежу не хватило у зрителей, посмотри! Вот! Жалоба на пяти листах! Зачитываю! Стоять! Вчера мы сиделись, наотмечались, как только началась музыкальная овертюра, из оркестровой ямы, где сидели вы пеньком, до наших ушей стал доноситься посторонний металлический лязг! Какой лязг? Чем вы там лязвали пеньком? Был лёгкий чок! Я, саксофонисты и тромбонист Валера, чокнулись по-тихому! Всё! Я не позвонясь! Чем вы чокнулись? Инструментами! Так, здесь написано, что был металлический лязг, а у вас был чок! Вы хотите сказать, что зрители обманывают? Так, дело по-том, что в наш слаженный дуэт попытались торгнуться фагоц, скрипка и тромбон! И пытались отобрать у нас водку, пришлось дать им гетаврами по голове, а потом вступили скрипки! Куда вступили? В музыку вступили? В драку вступили! Скрипки, почуя в запах праздника, стали угрожать мне смычком выколоть глаз! Да, поэтому пять бутылок водки я отдал добровольно! И потом скрипки начали играть и пить на брубершах! После чего, слава богу, вступили ударные! Водку мы отбили! Заодно отбили почку и два пальца контрабасисту Диме! Молодцы! Превратили музыку в орызию! Из-за вас артисты не могли долго начать спектакль! Ждали, пока вы допьете! Читаю жалобу от артистов! Читаю, когда главный герой, Колобок, вышел на ванцену и сказал апартам в зал! Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел! Я добавил, сказал, лысый, хряпнешь на дорожку! Вы хоть понимаете, и где вы находитесь, и где вы работаете! Артисты тоже люди, в них тоже дети, тело-жанцы! Так вы же на этом не остановились, Пинько! Вы же продолжили импровизировать! Вот, читаю дальше! Я присягу! Когда стоять! Когда Колобка на глазах у несчастных детишек съела лиса из оркестровой ямы, от Пинчука донесся тост! Дай бог не последний! А дальше что вы устроили, вы помните? А дальше... Что дальше? А дальше, я напомню, в оркестровой яме раздался телефонный звонок! Правильно! Позвонила роженица, попросила приехать! За 28-м! Ага, так, допустим, и вы! Так еще ж до этого-то у нас что было-то? Так роженица позвонила, и что было дальше? И где постичь? Молодец! Ладно, вы не соображали! Вам же подсказывали сзади, что на сцене мюзикл Колобок! Что на сцене несчастная мать, у которой только что сожрали сына! Намекай вам, уйдите со сцены, Пинько! Что вы у вас остались? Ну, раз уж я все равно вышел, я решил поддержать беседу! Поздоровался и спросил, Колобок дома? Артистка не растерялась и сказала вам, что Колобка больше нет! И намекнула вам, что вам надо уходить! Практически открытым текстом! Сказала, что если вы уйдете, они с дедушкой по сусекам поскребут, поскребут! Глядишь, нового Колобка себе слепят! На что вы ответили импровизацией? На что я ответил? Сказал, какая может быть лепка в вашем возрасте? Вы же после этого не ушли! Вам же надо было продолжить разговор! Так сказать, поддержать скорбящую мать! О чем вы заговорили с ней? Я поговорил на нейтральную тему, спросил, какая у вас тут планировка! А ну-ка пока, ну, привет, Пинько! Если где у вас тут туалет, простой! Молодец! Ничего не скажешь на глазах у всего зрительного зала! Так артистка не растерялась! А спасая спектакль, показала вам рукой в фойе? Показала! Сказала, что туалет у нас людской! Сказала! Я увидел, что... Почему они пошли в людскую? Я увидел, что людская переполнена! Боковым зрением по стечению обстоятельств я увидел в левой кулисе фикус от спектакля Чунга-чанга и кораблик от того же спектакля и... Вот с кораблика поподробнее, пожалуйста! И усилием воли дотянул до кораблика! До кораблика вы дотянули, Пинько! Только ответьте мне на один маленький вопросик! Почему кораблик со спектакля Чунга-чанга выпал на сцену спектакля «Колобок»? Это физика! Я дал волну, он и выплыл! Вы дали волну, и кораблик выплыл! Пинько! Пишите заявление об уходе, или я уволю вас под статье! Я исправлюсь! Не надо! Зрители же написали, на афише с шариковой ручкой написали «Лучшая комедия года! Колобок! Главная роль и саксофонист Пинько!» Дайте шанс! Шанс ему дать! Я уже второй год даю вам шанс! Дайте шанс! Но только если самый последний, Пинько! Какой у нас сегодня спектакль? Белоснежка «Пять гномов» Что-то я сейчас не поняла! А куда делись два гнома? А два гнома не дотерпели, у меня еще ребенок родился! Пинько! Я сейчас... Апистолина! Дайте шанс! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ